Всем привет! Сегодня будем печатать на клавиатуре. Такой формат, я думаю, будет интересен. Есть какие-то там фишечки в этом? Что-то в этом есть? Погнали! Для начала расслабьтесь. Уместитесь поудобнее. Где-нибудь разместите ваше тело на мягкой поверхности. Так, чтобы оно ни в чем не нуждалось. Чтоб тепло было. Чтоб хорошо было. Ну что, письмецом. Здравствуйте, мои полярники. Пишем сегодня полярникам на север. Так, что нам полярникам написать? Хотелось бы поздравить вас с днем полярника. Да, восклицательный знак. Как у вас с большой буквы надо писать? Как у вас дела? Точка, пробел. Вот. Много ли у вас есть снега на улице? Это, наверное, вопроситель. Так, так, просим, просим. Так, отсылаем подарникам письмо. Пошло. А, нет, еще не пошло. Ну ладно, значит, допишем еще. Так, как вы думаете, Дед Мороз существует? Или это сменя уманный поют? Спросительный знак. Ну, я просто... Не, ну я, конечно же, знаю, что Деда Мороза. Ну, его, как бы, в принципе, ну, как бы, нету, наверное. Потому что я сколько раз... Филосипед. Ну, мне лично книжки какие-то, Дед Мороз, понимаете? Ну, он старый, у него, как бы, слабенький. Поэтому я думаю, что он поэтому ее не слышал. Хотя, стойте, я же никогда ее письма писал. А, значит, наверное, Дед Мороз слуховидит. Хотя, когда он слуховидит здесь, если он сел, он сел, он меня видит, меня видит. Он только нужно забраться, забрать, то он трубу, трубу. Через трубу Дед Мороз приходит. Но я же его, как бы, в многоэтажном доме через нашу трубу все только выходит. Он, навряд ли, через нее придет. Ну, да ладно. Уважаемые господа полярники. ЕслиВИДЕСЛИЕЕСЛИЕЕСЛИЕССЛИЕСЛИ. три пять 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 я просто так и не дождался просил потому что я просто думал сейчас уже другие имена жигули не актуальны весь мир притащит все будут смеяться надо мной но я не люблю когда надо мной все смеются по итогу жигули наверно надо отменять уже тем более что она будет без кондиционера без стеклоподъемника фпс не будет да и что немаловажно скорее всего задние тормоза будут парабальные ну вот значит жигули отменили хотя жигули жигули не надо жигули так а если он уже ее мне придурился давить ну пускай поднимись длинный пускай на полярнике они живут на северном полюсе тут идет просто воде полярники И вот он на этих санях валит, но дело в том, что его надо обслуживать Оленей заправлять, сани чистить мылом, смазывать снизу, чтобы они ездили хорошо по снегу Но в принципе там большой персонал задержался Вот полярники там, вот архотин заводят На этом северном поле все обслуживаю, что здесь Олени, Пашка Можно? Будем считать, что Будем считать, что этот вопрос решили Ладно тоже Другая тема нарисовывается Другие полярники Вы, с большой буквы Когда-нибудь видели белого медведя? Вопросительный знак Если видели Передайте ему что Сало Это Не мясо Белого медведя Да, потому что я кушал в армии много мяса белого медведя Но оно невкусное, потому что оно какое-то размазанное, такое расплычатое Но и вот Я недавно узнал, что сало это не мясо белого медведя, сало делают свинки Вот Поэтому Пускай полярники Перед Утуба Запятая Уважаемый Белый Недведь Привет Привет От Меня Так Хорошо С этим образом порешали Еще Меньше Ну Это Вопрос Докум Как Вы Как Там Вы Выращиваете Катушку Где Она У вас Там растет Ну Я так просто смотрел Ну Все-таки Северный полюс там вообще один снег в руку Где Где у них там что растет непонятно Может они Катушку не едят Да Хотя нет Мы сотрем от него Не надо Про Катушку А то подумаем что-то какой-то глупый сидит тут Какой-то Торочит Так Так Что у нас там еще Мы у нас там еще По поводу отопления По поводу отопления Есть 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 У вас Так На севере Живот Плюс Отопление Тепло И У Плюс Тепло Плюс Тепло 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 Они там живут На таких квартирах Такие Малоэтажные Совсем Я в телевизоре видел, там два мужчины, чай пьют постоянно бородатые в свитерах толстых К ним медведь еще приходит Я не подумал, что это за лаком в телевизоре Я видел, поэтому я походил в тунис Там хорошие швы, нехорошие швы Вот я когда был на телевизоре С маленькими я хотел стать полярниками, ехать на Северный полюс, чтобы там играть снежки и лепить снежную бабу Ну вот я вырос Бабу лепить так далеко ехать не хочется Снежки играть совсем желание отпало Но вот вопросы остались Ну я думаю, что в принципе сегодня как раз попечатаем Они все об этом узнают и вышли к нам на им ответ Нет Ничего себе, я нашел какой-то восклицатель Так Вот 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 Вот, короче, ладно, с полярниками разобрались. Уважаемые африканцы, пишу вам письмо из Европы. Точка, нету там, где есть трава, озера и поля с ку-ку-ку-узой. Точка, нету траву, не про траву надо играть. Они подумают, что из Голландии бежим. Так, есть леса. А так лучше пойду. Трава у них у самих есть. Так, это... Но... Я тоже не хочу это писать. Плохо подумал. Ооо, какие интересные звуки. Так, ну что, давайте продолжим. У меня был вопрос к африканту. Африканцы, это люди, которые нашли там, где Африка. Сайболист туда вечно вылетал. Я читал книжку. Африканцы, это... Это... Вообще... Нет, подождите, как он называется. Лимбопо, лимбопо, лимбопо. Да, не знаю, правда, искал, а как-то не нашел. Так, уважаемые. Так, уважаемые. Как... Ого... У вас дела в руках, вот что я тут, вот что я тут с панатами и кокосами. Приезда в наш зельмон, только желтые панаты. Потому что панаты зеленые. Вот я хожу в вечный магазин, покупаю панаты зеленые и приходится еще ждать несколько дней, чтобы они созрели. Но дело в том, что есть проблема. Сейчас зима, солнца мало, и потом они будут следить очень долго, поэтому надо, чтобы в магазине сразу не изначально полежал. Панаты зеленые панаты зеленые панаты. Я просто каждый банан отрываю наклеечку и наклеиваю ровненько на холодильник. Сосед говорит, что нужно магниты клеить, но я видел в телевизоре, там от бананов клеят. У меня он уже весь заклеен и практически осталось там пару штук. 252 осталось еще доклеить. Ну и в общем, чтобы быстрее было нужно. Так, ну хорошо с африканцами. До свидания и до новых встреч. Отправили письмо, все письмо в Африку пошло. Так, про кокосы забыл написать. У меня просто был вопрос, почему кокосы волосатые? Ой-ой-ой, ну волосатые наверно, потому что, ну киви тоже волосатые, кокосы волосатые. Не знаю, надо в следующий раз написать письмо, спросить. Так, ну что, здесь в принципе все понятно, вопросов нету. Так, теперь нужно писать в Европейский Союз. Так, кому бы нам написать в Европейский Союз? Напишем. Я ж никого не знаю из Европейского Союза. Это ж как, к ним обращаться? Ну да ладно. 1, 2, 3, 4, а нет. А, Б, В, К, Т, Е, Ж. Что-то я отвлекаюсь иногда. Так, ну, в принципе... Можно еще... Написать... Сейчас... Например... Например... Так.. В лифтовую службу. Да... Там... 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 Ты... Уважаемые... Ой... Уважаемые... Лифы... У нас в лифте прилипла жвачка к кнопке. Кто-то, наверное, случайно хотел достать жвачку, но она не долетела до земли и прилипла кнопки. Так и осталось там. А потом еще на потолок прилипло много штук. А потом это все покрасили. А потом еще кто-то добавил. А потом кто-то спички. Я, кстати, так и не понял, как спичка может к потолку прилипнуть и сгореть. Вообще непонятно. Наверное, кто-то спичку подшел, подкурил, бросил, отскочил или перелегнул на потолку. Вот это для меня загадка. Вообще не знаю, как это происходит. Вот так, уважаемые, уважаемые коллективторы. Вот так, уважаемые коллективные 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 коллективы. Я просто так задумался. Он же там висит на веревках как-то. Но они же могут порваться. Вот так вот, пускай провезет. А то я уже боюсь ездить. Так, так лифтером написали. Я вот иногда так задумываюсь. А вот если вот в лифте засторянишь, сидишь там, сидишь. И вот тебя никто, если не услышит, там кнопка вызова есть, а вот ты вызываешь, а тебя никто не слышит. А вот это же как выбраться из лифта, да? Ну, хотя, есть способ. Так. Вообще, очень хорошо пройтись пешком. Ну, так как я живу очень высоко на пятом этаже, ну, мне не всегда нравится ходить пешком. Тем более, что за лифтом мы платим. Как можно не пользоваться тем, за что платишь? Так. И еще надо написать, наверное. О, наверное. Можно было бы написать еще. Я забыл. Я вчера не написал своему другу. Ване. Ваня. Здравствуйте. 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 Как. Ваши. Дела. Я. Забыл. Написать вчера письмо Потом мой что был очень занят дочка А что я всё хотел? Я даже не помню Ну ладно, я был на приёме А у кого я был на приёме? У доктора? Нет, не у доктора А то подумает, что я заболел У министра У какого министра был? Например, у министра иностранных Странных дел Точка Мы решали иностранные дела А какие дела иностранные решили? А? Да Много Всяких Вопросов Связанных В каких вопросах связанных А с иностранными делами Ну он же министр иностранных дел Значит у него иностранные дела какие-то Ну он, этот не поймёт он Он ничего не поймёт Так Главное написать Напечатать 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 В конце поставлю Образительный знак Это как бы я его спрошу Так А собака Как она? А какая мне ещё разница Как она поживает? Ну это Ну это как бы культурно Наверное Так спросить Он подумает, что я Как бы это Ну это из вежливости Наверное Это как бы А я спрашивал Как он поживает Или нет Ну сразу про собаку Не надо Спрашивал Сейчас мы почитаем Так Ну да Спрашивал Всё А вообще Какая мне разница Как он поживает И как поживает Его собака Когда Вот Даша Мне Деньги Отложил Отдавай Точка Так Всё С этим разобрались Так Теперь Надо нам написать письмо Ну да Зачем Я же вежу Вежу Пишу Можно Позвонить Позвонить Ну да Ладно И каждый день Мамка даёт Поставить В компьютеру Так О А тут ещё Цифры В принципе Понятно Так Это Enter Стрелочки О Стрелочки Всё двигает Ну нормально Пойдёт Так А это что такое Ага Ясно Вообще Интересная штука Вот это Я ещё видел Недавно Заходил к своему знакомому У него клавиатуру Вот здесь Вот как у меня Вот такая клавиатура вся Ну это Это современная технология Это я уже В принципе Не раз такой Думал Что наверное Что-то такое придумали уже Ну вот Так вот Вот здесь Вот у него клавиатура А здесь Вот экран идёт Вот прям за клавиатурой Вот тут экран И Экран Можно сложить Вот так Положить на клавиатуру Он там закрывается А потом Вот он Как только ты экран положил Сверху Кнопок Уже никаких нет Потом Открываешь И опять Тут кнопки И Можно опечатать Потому что Вот так вот Дожимается всё А там Бамбук Нет Канбук Но Ноутбук Сейчас Ноутбук Вот Так Вот Вот Так Можно с собой обратиться Я не забрал никуда Я не забрал никуда Ну Ну В принципе Так Да Всё удобно Здесь хорошо Здесь вот и кнопочки есть Интересные Всякие Чтоб вы понимали Это Кто не в курсе Я вот здесь нажимаю А там светится Да На экране Появляются Слайки Вот эти И это Нет В общем Кажется Да Когда Это За буквой нажимаешь Тут Пробел Он почти поломанный Прямо Шатается Тут И это Оно там появляется И Потом Нажимаешь Enter Вот здесь Enter Оно Исчезает Ну Ты Вижешь Там куда Чтоб оно исчезло И оно Уходит Правда Не всегда Не всегда Иногда Не получается Всё так Как надо Вот Ну Вообще Очень хорошее Вот такое Приспособление Я вот Очень много всего Тут Уже научился делать Вот Просто И писем Обязательно Учился Здесь вот Всё Обираюсь к тексту Вот Он ещё Там Как Текст Это Набираешь Вон там В компьютере Подчёркивается Такой красной Волной Ну Это значит Что по смыслу не подходит Нужно удалять Ставить Что-то Другое Это вот Машина Умная Она Знает Смысл Вообще Долг В этом всём Ну и я В общем Ну 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 зарплаты у программистов, они все сидят и печатают что-то там. Есть отдел знакомый, я подсмотрел как он программирует у него в общем, но там вообще ничего сложного нет, там легкотня вообще, просто там смотришь там куча всяких корявых букв, там всякие черточки, бельмочки, там просто садишься как бы, делаешь умный вид и все, и пошел тут, добирается это все, я уже знаю как я буду. Это дело, я уже подглядел символы, там у меня тоже вот тут есть эти всякие скобочки, слышу вот эти палочки. И тут вот два языка, один буква А, там где буква Ф, а вот и буква И, там где буква С, ну то есть два языка. Ну то есть тут вот, когда вот буква А, она находится вот тут, в этом угол кнопки, а буква Ф, английская в этом, и короче, если хочешь, чтобы была буква А, нажимаешь в этот угол кнопки, а хочешь, чтобы буква Ф была вот здесь, ну тут не всегда получается, как бы я иногда не попадаю, потому что Фиг поймешь, здесь буква С, там где английская буква С, и вот тут нажал, а бог узнает, что высветилось, да понимаешь, нажал в правый нижний угол, или в левый верхний, непонятно, но тут так вот, вот. С пробелом только нет проблем никогда, как не жми, он всегда наружка, вот, так короче, это я уже там позвонил фирму программистам, но у меня как бы сказали возьму, вот. Ну вот, дальше, ну поначалу сказали нужно будет просто, как-то сидеть, да, но там есть у них эти, ну а не все начинают, как бы, в торговле. Начинаешь с перчиндайзера И там в чем-то расставаешь Потом все прикольно И перчиндайзер Потом там торговый будет Для торгового суперлайзера Ну а потом там торговый алкоголь Там дорогие машины Как бы взбиваешься и ты все Заканчиваешь С торговлей идешь дальше и ищешь работу Я не знаю, как у меня кореш так был Ну неважно, короче, так вот программисты Сказали, там нужно будет сначала Там чай, кофе носить Там сахар добавлять Ну а лишь надо знать У нас коллектива, потом просто Я тоже такой шум Ну вот, я и сказал Ну они у меня просто спросили Что я умею Я им показал, что я умею И в общем они все Были удивлены, что я знаю Все эти символы Вот скобочки знаю Вот там И там вот, короче Там спросили, что такое Сео оптимизация Так что если что Пишите в комментариях Кому надо Я тоже с работы помогу А если что Курсы выпущу там Потом немножко поработаю Я пущу курсы Как стать программистом Там Что необходимо Минимальные навыки Там что нужно иметь при себе Там когда на собеседование идешь Там оптимизатором Отправлю Посмотрите Как оптимизируют Потому что если Допустим В разных колхозах Там по разному Оптимизируют Ворудование Доильное Вот коровы Которые тут Вам это понадобится Потом Да Ну в принципе На сегодня все А единственное Что Я вот Что-то смотрю Что Клавиатура Как-то Стала плохо ходить Надо посмазывать Там все Как-то Поскрипывает Иногда С этой стороны С этой поскрипывает Нужно будет Смазать Немножко Ну я только думаю Как это сделать Где она открывается Тут Не видно Ни основной Ладно Это я уже потом Разберу Еще Нужно будет Обслуживать Потому что Клавиатура Это Штука Нужная Вот Вообще Вот Эта Клавиатура Она мне нравится Потому что У нее здесь Вот Так вот Кнопки квадратные Все Кроме вот этих Прямоугольных Кстати Не знаю Почему сделали Неровными Здесь Мне больше понравилось Чтобы они все Ровные были Одного размера Заместили Это сюда Это сюда Она была бы Меньше Ну ладно С этим Мы разберемся Скоро дадут Другую Крутую Клавиатуру Я видел Там Вот Такая Толстая Она Разноцветная Тут Разные знаки Тут Совсем по-другому Все выглядит Не так Как и моя Там Вот И по-русски Написано Нажать Не трогать Там Что-то еще Ну это все Ладно Все Всем большое спасибо Что были со мной Сегодня И сегодня Как бы Ну в общем Если что Пишите в комментариях Что вам Как бы Если что Понравилось То я могу еще Сказать про все Вот эти дела Ну все До свидания Пока Всем привет